Девушки отдыхают 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 Футбольник Ростов, известный соперник команды ЦСКА в прошлом сезоне. Ростову не хватило хотя бы некоторых очков, чтобы стать чемпионом. ЦСКА взял 13-й титул, общий в истории СССР и России в целом. По одному очку набрали Арсенал, Крылья Советов, Краснодар, Рубин Казань, Терри Грозный и Московский Спартак. Ну и Амкар, начиная от 12-го и до 16-го места включительно, все по нулям. Все по нулям. Ну что же, сегодня у нас второй тур с Тульским Арсеналом дома. Дома с Тульским Арсеналом. Давайте быстро и конспективно посмотрим на новости Агалат. Пока у нас ничего нет. Пока у нас ничего нет, руководство командой мы не будем влезать. Нужно взять хотя бы Акимпеева. Акимпеева возьмем вот сюда. Помазун отправляется в... Отправляется к резерву с Александром Цауни и всеми остальными. Так, капитан сборной России Игорь Акимпиев. Точнее, сейчас капитан... Точнее, он сейчас будет вице-капитаном в данной ситуации. А основным капитаном является один из братьев Березуцких. Ладно, короче, выходим... Ладно, выходим на поле уровня сложности. У нас профессионал. 16 минут. 16 часов в ливень. По крайней мере, все у нас есть. Соответственно, мы начинаем игру. Мы начинаем игру и... Буквально в двух словах об этом матче. Арсенал Тула. Встречи... Две встречи были... В два сезона тому на... Примерно, скажем, два сезона РФПЛ... Два сезона РФПЛ тому назад. Ну и... Что касается всего этого дела, то... Мне кажется, что ЦСКА либо обыгрывал, либо играл ничего с Тольским Арсеналом. Но это надо посмотреть статистику. Не хочу в эту историю влезать. Нажимаем опшенс и мы начинаем. И вот вам, пожалуйста, ЦСКА Арена. ЦСКА Москва Арсенал Тула. Сегодняшний матч обещает быть интересным. Вот капитан... Один из братьев Перезутских. Вот один пиев вошел в состав. Он вошел в состав... По сути, от того, что Чепчуков уже отыграл... Отыграл... В несколько матчей предсезонки. В матче с другим клубом. Алексей Гасилин 4 гола в 3-х последних матчах. 4 гола в забитых... Им же... Забитых... Собственно, наручно ему. И вот состав. Один Филипп, Фернанс, Березутский, два брата Березутских, Щеников, Загоев, Берлун, Тошич, Еременко, Головин и Гасилин. Состав... Состав Арсенала Тула чуть позже, потому что... Сейчас мы с вами увидим... Данжело Полка. Вот он, на ваших экранах. И вот... Сейчас... Просегнальный состав Арсенала Тулы. Филдсов, Хагуш, Ершов, Овал, Беляев, Айдов, Шашуков, Гарманец, Смирнов, Шевченко и... Гумистров. Схема 4... Схема 3... Схема какая-то запутанная немножко. Но мы еще определимся. Мы еще определимся по... По данной трансляции. Мы еще, по крайней мере, определимся. А судья у нас Алексей Бараховский. Алексей Бараховский. А первый тайм начинает ЦСКА. Не очень хорошая дождливая погода, но тем не менее... Мы этот матч начинаем. Начинается все с... Позвеличь комбинаций Назора Натошича. Похоже, что первая атака за ЦСКА. Деревенка. Деревенка. Дерблон. Гасилину не дали пробить. Гасилину не дали пробить и... Похоже, что... Оп. Тульский арсенал начинает атаку. Нет. Зорантошич пока что... Берет верх. Ну и, возможно, берет верх после вброса мяча из золота, который выполнит ЦСКА. Дерблон. Гасилин. Гасилин. Гасилин бьет. Долго думает. И Филдсов. Фильдсов. И Фильдсов, похоже. Ладно. Взял этот мяч. ЦСКА вторым темпом атакует. Вторая контратака. Гасилин. И первый корнер. Первый корнер в исполнении команды... ЦСКА. Это первый корнер на сегодняшнем. Первый тайм. И, возможно, не последний. И подает его... Конечно же, седьмой номер. Зорантошич. Ну что же. На кого навесить? На Романа Еременко. Тот... Тот рвался вперед. Но еще один будет корнер. Еще одна попытка. Так. И гол с первой попытки. Гол с самой первой попытки. В подаче корнера. И делает это Роман Еременко. Посмотрите внимательно. Классный корнер. Вот такие вещи надо забивать. Такие вещи надо забивать. И уже... В какой-то степени... И уже в какой-то степени... ЦСКА активизировался. Роман Еременко. Третий мяч в... В РФПЛ. В бомбардирской гонке. И, по сути, он уходит на одно из... Мест где-то во втором... В первом-втором десятке. Мы еще определимся. ЦСКА Москва. Арсенал Тула. 1-0. Хагуш. Тот надает на Шишукова. Вновь Хагуш. Шишуков. Горбанец. Бурмистров. Есть еще, кстати, Бурмистров. Только он... Только он хоккеист. Сборной России. Роман Еременко. Неудачный пас был на Гатина. Тот... Тот поборолся... С кем-то из игроков арсенала... Тульского арсенала. Алан Загоев. ЦСКА продолжает до сих пор наседать. Классный был выход. И похоже, что это... Игра рукой. Игра рукой, похоже. Была или апсайд? Я, правда, не понял. Что сейчас произошло? Шишуков. Яшов. Длинная передача вперед на Шевченко. Шевченко тот... Решил чуть-чуть... Играть в навес. Не так... Не такой, как во дворе. А такой, как должен быть. Обычный футбол. Шевченко. Айдов. Фернандес. Сетемальный Фернандес недавно получил русское гражданство. Вот Беляев воролся с Зурном Тошичем. И тому придется бросить мяч из аута. Что, в принципе, и делает Зурн Тошич. Алан Загоев. Он тут сверху такой рассекающий пас был. Хагуш. Шевченко. Шишуков. Загоев. Отобрали от Загоева. Шевченко. Шишуков. Березутский встает. Фернандес. Встает. того, что происходит вам в атаке в этой команде. Что сейчас будет? Жалко, что автогола... К счастью автогола никакого нет. Вот это вот было на грани. Зоран Тошич. Тошич. Нагасилина. Ой-яй-яй. Пельцов. Взял мяч в руки и отдаёт новому ромистеру длинной передачи вперёд. Тот борется с братом Березутским. С одним из братьев, точнее. Нагасилин. Эх, не точно. Много неточностей у него ЦСКА. Как в некоторых предыдущих матчах. Хагош. Проткни у Дёргященников. Интереснейшая будет дуэль. На сердце интереснейшей дуэли не будет. Грекимпиев тащил этот мяч. Классный навес на Гасилина. Тут борется с овалом. Эволом. Гасилин. Гасилин. Всё же пробил, но так слева фланга. Слева фланга подаёт. Теперь вот что мы сделаем. Ай-яй-яй. Второй попытки Корнера не удастся забить. Ай-яй Трофичкин упоминается, что с двух попыток его можно забить. Гасилин. Вперёд. Его у него обокрали. Не могу сказать, что я буду пользоваться финтами, но всё же следствие игры в обороне другой команды. Гасилин. Хотел сделать ложную передачу, но вот пожалуйста. Хагуш. Гершов. О, ложный пасбол. Роман Еременко. Но это уже не удар. Это просто надежда просто это была надежда на кого-то из открывающих. Щенников. Загоев. Роман Еременко. Еременко. И не точно. Осталось ещё буквально играть минуты две. Минуты две-три. Если не больше или не меньше. Так вот, кто сейчас был с мячом? Непонятно. Я это пропустил. Итак, Роман Еременко. Отобрали Романа Еременко. У того будет ещё вторая попытка отобрать мяч. Разворачивается Айдов. И чётко сыграл здесь, но правда не успел поворотся. Вот успел просто за мяч. И свисток. И будет Бауза небольшая. Интересно, куда же. Так. Но это не совсем так, как нам казалось. Это не совсем так, как нам казалось. И всё. Кртенз решается со счётом 1-0. И вот. Судя пока не видно результатов с матчей Краснодаром, Карпельм и Урал-Локомотив. Всё же всё же матч с минимальным перевесом ещё не закончится. Так мы продолжаем матч. И Арсенал Тула начинает второй тайм. Гарбанец. Шевченко. Айдов. Гарбанец. Ну что, будем смотреть передачи назад? Конечно же нет. Потому что это щенников. Мне кажется, что игрок Тула предъявляет претензии к предъявляет претензии кому-то кому-то из арбитров не к помощнику точно, а вот к игроку ЦСКА наверное точно будут претензии, если арбитр того накажет. Либо жёлтый, либо красный. Головин. Гасилин. И обыграли Гасилина в борьбе за мяч. Роман Ерёвенко против Смирнова. Теперь Гарбанец. Смечён Шишуков. Роман Ерёвенко молодец. И Георгий Чеченников за Гоэв. Гасилин воспитанник Зенита. Ай-яй-яй, вот это свисток. А вот это уже свисток. Свисток для команды ЦСКА. Свисток для Тулы конечно. Но ЦСКА пробьёт штрафной. Итак. А пробьёт его никто иной как Зор Антошич. Но мы конечно поменяем одного из Смеч какая поляна вся либо в снегу либо в чём-то ещё. Олег Власов на место Смирнова. Замена вынужденная. Ну и тактическая в этом плане. Смотрите какое поле сейчас было. Не очень. План от Арсенала Тулы ждут чудо. Заговев бьёт и не точно. В меру такой опасный был удар. опасный удар, но это не позволяет ни одному из игроков. Иринка. Тошич. Гасилин. Чтобы не обокрали всё Гасилин. Так. Головин. Головин. И Головин. 2-0. 2-0. Александр Головин. Воспитанник ЦСКА бывший. Сыграл очень хорошо. И пробил вот так таким вот неотразимым ударом. 17-й номер Александр Головин забивает очередной мяч. Ну что же, вот такая вот сегодня игра. Игра нервов и сил. Александр Головин первый гол не в АПЛ, не в английской премьер-лиге, а в российской футбольной премьер-лиге. В русской футбольной премьер-лиге, если мне такое пользуется. Яшов, Алик Ласов, не успел, не успел Роман Еременко добрый этот мяч. Теперь Алан Загоев вступает в борьбу. Но это уже не ложный пас. Так, ну мне кажется, что никакого штрафного не предвидится. Шуков против Вернблума. Вернбанец, и это свисток. Это свисток для Понтуса Вернблума. Тот получает желтую карточку. Понтус Вернблума получает желтую карточку за подкат. на одного из игроков Арсенал Тула. Ну, я думаю, что сейчас самое все внимание на этот опасный штрафной. И так Акимфеев весь в полный рост встает весь в полный рост. Ну, и мы можем позволить себе такое представление. Стенка сыграла. И тут же Акимфеев. Нет, Еременко не успел. Судья увидел, что игры рукой там не было. Судья увидел, что там была игра рукой, но остался без внимания Головин. Гасилин пропустил нечаянно мяч. И Акимфеев берет тут сложный мяч. По-прежнему 2-0. Гасилин подает на Еременко. В одних случаях либо Арсенал Туло проигрывала ЦСКА, либо ЦСКА проигрывал Тульскому Арсеналу. Одно из двух. Нам сейчас самое главное не переться ни в какую историю этих противостояний с командой ЦСКА Арсенал Тула. И вновь истокнул уже для какого же для щенекова. Это Марио Фернандес извините. Это был Марио Фернандес насколько я помню. Вот теперь опасный штрафной исполняет его Шишуков. Мало того что это дальний так еще и очень неприятная близость для Экинфеева но в итоге ЦСКА стал на своем и играет так как ей нужно. Верблум обокрали у Верблума и очень классно сыграл Экинфеев. Гасилин А вот Еременко может сейчас обыграть нет не обыграет одного из защитников Василий Березуцкий Роман Еременко 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 Оп И Фельцов Взял и перевел мяч на корнер Эх ну так сдержать нельзя Кантошич с дальней дистанции пробует бить и пробил очень классно Щенников Березуцкий Гасилин и 3-0 3-0 и это похоже что все для тульского арсенала Ой да я чувствую что фейерверк и праздник будет полностью готовым на арене ЦСКА Итак Денджел Полк радуется вот этому забитому мячу и аплодирует Роман Еременко 4 мяча в РФПЛ в РФПЛ конечно многое случается напомню что Роман Еременко будет лидером если он выйдет из первых из топ-5 выйдет в топ-5 бомбардиров сегодняшнего сегодняшнего РФПЛ Загоев Беляев был это Власов Загоев просто бежит Айдов Бурмистров Бурмистров не успел теперь Венблум укращает тихонько мяч нету голов атаки арбитр показывает спокойно я все вижу и вот свисток свисток для Ершо за подкат и что же будет желтая карточка никаких претензий к арбитру не будет хотя голые свистки уже есть не успон и удара все в штрафной дальние удары вновь Загоев бил дальние дистанции не позволяет дистанции похоже не позволяет укоротил мяч Марио Фернандес и бросил через зал теперь за турским арсеналом вот вторая попытка вторая попытка за турским арсеналом Шишуков Апаев Бурмистров вот Еременко вот Гасилин с двух попыток надо забить голос угла поля и вот Корнер за командой с навеса и еще раз разыграть на серозащитник встал серозащитник эх не получилось не получилось разыграть Корнер придется все начинать сначала так Березутский еще один Корнер еще одна попытка обычно свистки не дают какого дальний удар еще один Корнер так еще одна попытка еще один дальний удар но это не удар а удар пас и все 3-0 ЦСКА набирает 6 очков и сравняется по этому и сравнивается по этому показателю с футбольным клубом Ростов у которого будет еще игра с нашим клубом но когда это будет попростом Роман Неременко 6 ударов 2 мяча он герой встречи герой следующей встречи и похоже что похоже что 3-0 это для Турского основа это самый нелюбимый счет тренера Турского Арсенала Денжел знает свое дело и похоже что все было классно но мы продолжаем мы продолжаем продолжаем с большой нарастающей силой продолжаем и так так что что же у нас в офисе пресс конференция мерчу лучевскую сегодня мы играем в РФПЛ с Зенитом в гостях мы в гостях у Зенита но сначала мы поговорим о об Олеге Шатове поговорим про Олега Шатова точнее похвалим Олега Шатова конечно Шатов хороший игрок очень хороший игрок мне кажется по-моему трансфер пришел так у нас похоже что Акимфеев просится в состав Акимфеев Чепчуков Апамазуна поставим на Цауню Ионов будет с тем образовать скамейку запасных и он будет с тем образовать скамейку запасных этот матч очень важен и в этом матче напомню есть прецедент на 3 очка это ЦСКА а не Зенит и так сразу мы видим что сразу мы видим что Ростов уже сразу уже взял лидерство 9 очков также по очкам с Анжима Хачкалой тоже 9 очков вместе с Ростовом 7 очков у Краснодара 6 очков у ЦСКА и Локомотива если Локомотив проиграет то они поднимутся на строчку ниже если Зенит выиграет а если не выиграет ЦСКА остается на прежней позиции и так ну а дальше по 4 очка как я уже говорил Зенита Рубина и Арсенала Тулы по 2 очка у Колесо Советов Терека и Футбольного клуба Оренбург у них 2 ничьи 1 поражение 1 очко у команды по 1 зачетному пункту Уфы и Спартака и по 0 у Анкара Урала и Томи Урала и Томи из Томска и по бомбардирам у нас следующая ситуация Еременко 4 мяча Беличо Эбичилио 3 2 мяча у Воробьева Мамаева Эндинья Бакугу Тори Ишатова 2 мяча у Азмуна Сардара Сардара Азмуна Павлюченко 1 мяч Власов 1 мяч Фернандес 1 мяч Клачев 1 мяч Гацкан 1 мяч Вицель 1 мяч Обертан 1 мяч Санчес 1 мяч Мауриси 1 мяч Боли 1 мяч Нобуа 1 мяч Смолов Васин И Бурмистров по одному мячу И Садаев 1 мяч По голевым пасам у нас 2 лидера Это Рабио Загоев и Фернандес в нашем клубе Гасилин пока имеет также Гасилин тоже имеет 2 передачи Последним замыкает 25 сильнейших Азмун и Стоцкий по одной игровой передаче Чепчуков имеет 1 победу в сухую Кержаков 1 сухую победу 3 победы у Сослана Джанаева Белинов 2 победы в сухую Рыжиков Акинфиев 1 победа в сухую Кержаков я уже говорил 1 победа в сухую у Фельцова 1 победа в сухую Синицына 1 победа в сухую Желтые карточки у нас ситуация у Тегеева не очень 3 желтые карточки у Диакова 2 2 желтые карточки и начиная с 3 по 24 место по 1 желтые карточки включая нашего игрока ЦСКА Понтуса Вернума 1 красная карточка по мерку он имеет 1 красную карточку в команде Аренбург Ну бомбардиров мы не будем смотреть Кубка России еще далеко еще до Кубка России далеко а у нас будет в качестве окончания небольшой такой просмотр состава который я его собираю из игроков АПЛ из игроков английской премьер лиги который вам может быть интересен для этого мы зайдем в Ultimate Team для начала для начала мы зайдем в Ultimate Team и посмотрим что у нас тут что у нас тут в Ultimate Team Итак как вы знаете я команду недели я еще играл и сыграл ничего на любителя вот состав АПЛ в котором входят в который входят следующие игроки это Делли Али центральный атакующий полузащитник поэтому мы его продлеваем так у нас следующий игрок это ну давайте сразу же пройдемся по позициям Рон Роберт Зиллер вратарь Гленн Джонсон Сток Сити Роберт Ют Лестер Анжелов Бонн Вестхем Юнайтед Райан Бертран с Сул Гентон Нампали Минди Лестер Джон Абимикел Челси Делли Али Тотангем Ходспорт Ахмед Муса Лестер перешедший ЦСКА Ибрагим Эфилайл Сток Сити Мамедю Мамедю Сток Сити Ну и в общем все Все они имеют разные рейтинги и разные контракты что называется Вот что касается состава которого Терпеловский то там схема 4-3-3 там в третьем составе схема 4-2-3-1 Здесь 4 защитника 2 центральных опорных полузащитника между центральным нападающим и средней линией опорным звеном действуют 3 атакующих полузащитных инсайда 3 атакующих инсайда Это Давайте сразу же последний раз глянем Это Ибрагим Афилай Идели Али Ахмед Муса Состав в общем-то сыгранность у него 100 А идет он на 79 по рейтингу по рейтингу 79 Но состав очень крутой Фат Чемпионс Давайте посмотрим что у нас там Что у нас на календаре А на календаре у нас Daily Knockout В следующем Через 2 дня Daily Knockout где нет требований для участников Где нет требований для участников В общем и целом будем бороться за какие-то призовые Если они как таковы состоятся Ну что же А с вами был сегодня Дизайн Геймплей Раша Большое всем спасибо Встретимся ровно через Через Встретимся послезавтра на Встретимся послезавтра на стриме по NBA 2K17 Желаю всем приятного проведения сегодняшнего дня Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok